Доброе утро! Это программа Медиаполе. С вами Юлия Якушева. О самом актуальном и интересном в информационной повестке за минувшую неделю прямо сейчас. Депутаты Пермской городской думы и представители мэрии обсудили возможность увеличения платы за парковку в центральном планировочном районе Перми. Изменения могут коснуться и границ платной парковки. Депутаты Гордумы положительно встретили предложение о повышении платы с 15 до 20 рублей в час, так как, по их мнению, в центре все еще сложно найти свободный парковочный карман. Идею о расширении платной зоны поддержали не все. Тема реализации парковочной политики в городе также обсуждалась в рамках городского часа депутатами Гордумы Перми, чиновниками администрации и губернатором Максимом Решетниковым. Пока телеграм-каналы не заблокировали окончательно, мы успеем рассказать, о чем сообщают местные инсайдеры. Соленые уши пишут по поводу хакерской атаки во время конкурса об определении главы фонда капремонта. Они направили официальный запрос на имя министра строительства ЖКХ Российской Федерации Михаила Меня и попросили разъяснить, подходит ли по своим квалификационным требованиям на эту должность исполняющий обязанности главы фонда Дмитрий Баранов. В ответе сообщается, что одно из квалификационных требований – это опыт работы в сфере строительства или в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее пяти лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее трех. Как заключает телеграм-канал, по квалификационным требованиям Дмитрий Баранов не подходит на должность главы капремонта. Вся эта афера с хакерской атакой придумана для того, уверены авторы канала, чтобы заново завести его на конкурс. Албов пишет, что депутаты законодательного собрания Пермского края, работающие на постоянной основе получили по итогам 2017 года по миллиону рублей премии к основной зарплате. Однако депутаты поспешили опровергнуть эту информацию в соцсетях. На минувшей неделе на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенков на проезжую часть повалился столб контактной сети Пермгора электротранса. Вероятная причина падения столба была видна невооруженным глазом. Его основание насквозь проржавело, пишет новый компаньон. Падение столба на Комсомольском проспекте нисколько не удивило Пермяков. Совершенно обычная история, ничего удивительного, говорит, разглядывая упавший столб, житель одного из домов на компросе Николай. Если посмотреть на четную и нечетную стороны домов, мне кажется, они воюют и обстреливают друг друга по ночам. Печально, что компрос находится в таком состоянии. Может быть, этот упавший столб заставит кого-нибудь задуматься, что пора приводить в порядок главную улицу города. Однако от падения любого другого столба на Комсомольском проспекте никто не застрахован. Некоторые опоры уже покосились, а почва у их основания вспучилась, что зафиктировал фотограф издания. Это была программа Медиаполе. До встречи в эфире.